Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас свежий обзор Алиэкспресс. Как всегда, все честно о моих личных приобретениях. Что стоит покупать, что нет о плюсах и минусах. Поехали! Начинаем с аксессуаров. Я знаю, что вы очень часто приобретаете их по моей рекомендации. То, что вы могли видеть на мне в покупках на весну и лето, это даже не совсем заколка, это как украшение для волос, которое мы надеваем на резинку сзади. И вот эта штучка прячется, получается, внутри волос и резинки фиксируются, никуда не двигаются, не сползают и смотрятся очень красиво. Не всегда есть какая-то удачная резинка под рукой и хочется добавить чего-то интересного своему наряду, и тогда вот такие аксессуары приходят на помощь. Выполнены очень классно, я не вижу смысла переплачивать, поэтому ловите ссылку в описании, это действительно супер. Следующая уже больше как заколка в стиле крабика для волос, достаточно тугая и с такими зубчиками внутри. И я уже не помню, чем я думала, когда я это все заказывала, но этот крабик не держит хвост отдельно, то есть обязательно нужно надевать резинку, и она получается просвечивается через вот эти отверстия. Цвет классный, я такой хотела, то есть это как состаренное серебро, но вот как это носить, крабик внизу прятать. Ну в общем, если бы я выбирала второй раз, я бы брала нечто похожее на предыдущее. Я не помню, я показывала вам это или нет, но только что буквально сняла. Это вот такие заколки для волос, которые я надеваю тогда, когда крашусь, и эти заколки не оставляют заломов. Они не предназначены для того, чтобы их просто носить куда-то там в город, потому что они могут сползать. Ну вот так чуть-чуть где-то что-то прихватить, знаете, чтобы потом не осталось следа. Да, меня это устраивает и выполняет запланированные функции. Куплю себе их больше, потому что их бесконечно теряю. Немножко уже такая отпускная тематика. Резинка для волос с морской звездой белого цвета. Сама по себе резинка бежевая. Также поверх есть бусинки как из жемчуга, но это понятное дело не натуральный жемчуг. Сама вот эта морская звездочка выполнена из металла и сверху покрыта белой краской. Мне прям равномерно. Мне это наоборот нравится, не выглядит как какой-то пластик. И такую резинку я ношу поверх какой-то тоненькой бежевой. Чисто для того, чтобы как-то украсить свой хвост, с которым очень удобно в жаркую погоду. Или после того, как поплаваешь, или как-то идешь плавать, то тоже хочется как-то убрать волосы. И даже на темных волосах будет выглядеть очень красиво бижутерия. Так как мы с вами находимся в преддверии лета, сначала покажу вам именно летние, а потом уже универсальные вне сезона. Вот эта подвеска очень классная на шнурке с ракушкой. По-моему, похожие были в Zara или ну вот что-то в таком духе. Я побаивалась покупать на Алиэкспресс. Я думала, что по качеству будет так себе. А по факту, действительно, очень качественный металл. Он не выглядит дешево. И если вам нравится как-то, знаете, обыгрывать свои летние морские наряды, если вы там делаете фотографии какие-то, съемки, фотосессии, я знаю, что меня смотрят тоже и блогеры. Поэтому берите на заметку. Смотрится очень выигрышно. Но и в реальной жизни это тоже класс. Ракушка тяжеленькая. И мне также нравится, что это такое, знаете, не лимонное золото, а больше как в сторону состаренного красного. Шнурок вообще без каких-либо изъянов сделан. И вы также можете регулировать длину шнурка. Очень классный аксессуар. Я однозначно буду его использовать в своих летних нарядах. Наверное, больше в отпускных. Следующее это серьги солнышки. Тоже что-то похожее. Я пыталась переобрести в прошлом году в Заре, но их очень быстро раскупили. И опять же нашла на Алиэкспресс. Возможно, они отличаются там по размеру или как-то немножко по дизайну. Я не сравнивала, но вот этими я точно довольна. И вообще без разницы, что там было в прошлом году в Заре. Итак, серьги солнышки не тяжелые. Цвет металла такой же, как в подвеске. И эти серьги, они не чересчур большие. Вот знаете, которые только именно для фотосессий. А их также очень прикольно. Можно надеть в каких-то летних образах, даже в вечерних. Смотрятся очень оригинально. Я привыкла к немаленькой бижутерии, поэтому я даже не ощущаю веса вот этих сережек. Конечно, есть и полегче, но поверьте мне, что достаточно комфортно. И если собрать какой-то пучок, надеть сатиновое платье или просто какое-то в стиле комбинации, что-то такое летящее, возможно, даже добавить повязку на волосы, будет смотреться просто гениально. Очень красиво и стильно. Минимальный макияж. Вы уже звезда вечера в отпуске или просто летом где-то на коктейле с подружкой. Серьги морские звезды. Они уже будут чуть тяжелее, чем предыдущие. Белого цвета. Там были разные варианты. Но я побоялась, что если взять какие-то цветные, они будут выглядеть вообще, знаете, как детские. Серьги металлические. Со второй стороны тоже такой металл не лимонного цвета. И на ухе смотрятся очень аккуратно, не чересчур большие. И я люблю наряжаться даже на пляж. Потому что пока мы туда доедем или дойдем, потом ты идешь куда-то на обед. Конечно, когда я лежу за гора или иду плавать, я все это дело снимаю. Но если вы на пляж не создаете какие-то образы, то даже на прогулку по побережью мы часто ездим даже на озеро. И меня ничто не останавливает, чтобы наряжаться и туда. Переключаемся на что-то универсальное. Когда-то я купила себе такие круглые сережки. Очень долго их носила, которые напоминают такие винтажные клипсы. И до сих пор они в моих фаворитах. Но сейчас я прямо балдею от вот этих. Они квадратные. И они очень легкие. Несмотря на то, что они массивные, они вообще не ощущаются на ушах. И даже когда я надеваю что-то максимально простое, я могу взять вот эту заколку для волос или украшение для волос и вот эти серьги. И сразу как-то, знаете, так интересно, красиво, немножко в стиле Пинтерест, наверное. Если вы ищете какие-то не чересчур большие массивные серьги и уже устали от круглых, так как я, то имеет смысл заказать вот эти. Мне нравится то, что это не идеально гладкий металл, а тоже как рельефный. И это всегда выглядит более выигрышно. Одна из самых популярных моделей сережек в виде капелек. Они сейчас есть везде. В масс-маркете и на Алиэкспресс. Безумное какое-то количество. Можно выбирать и размер, и цвет металла. Есть прям вот такие гигантские. Но я подумала, что я хочу чего-то такого аккуратненького. И вот это, пожалуй, самый оптимальный размер. Я не помню, какой точно я выбрала. Обязательно укажу вам в инфобоксе. И вот эти серьги, они объемные, но они очень легкие. Они вообще не тянут уши, даже не переживайте за это. И я бы сказала, что этот цвет металла ближе все-таки к лимонному золоту. Серьги, которые очень красиво выглядели на картинках продавца, на фотографиях. Но в жизни они не то, чтобы прям суперсильно меня впечатлили. По качеству они окей. То есть металл ровный. И это как колечки такие неровные. И они чуть меньше, чем многие мои любимые. Я ожидала, что они будут больше. И здесь вот ярко-желтый лимонный цвет золота. Если вам такое нравится, то почему нет? Но мне хотелось, чтобы они были чуть больше и немножко другого оттенка. И они, кстати, ну не совсем легкие, я должна вам сказать. Последние серьги на сегодня тоже в винтажном стиле. У меня есть действительно винтажные клипсы. Но от них у меня иногда начинают болеть уши. Я хотела купить что-то похожее. Здесь такой цвет золота, как я люблю. Они небольшие, очень красиво выглядят в каких-то элегантных образах. В принципе, на каждый день даже можно носить. Даже со спортивным костюмом, если хотите. Кто вам помешает? Как будто вот такой узелок. Я думаю, что очень часто вы могли видеть похожие сережки на многих девушках, на фотографиях. И иногда вот слишком большая бижутерия смотрится как через чур. Да, а здесь вы можете надеть и пойти даже хоть на родительское собрание, куда угодно. И они легенькие, они объемные, но внутри пустые. Что тоже будет говорить об удобстве носки на каждый день. Чуть не забыла вам показать эти серьги на мне. Иногда надеваю что-то из бижутерии и все, не вспоминаю. Это серьги в виде сердец. Они уже не в золоте, а в серебре. Под серебро, понятное дело. Приятные, сделаны очень хорошо. И я по себе, наверное, даже заказала вот такие большие. Поищу что-то такое интересное. И надеваешь, забываешь о них. Тоже вроде бы такая мелкая деталь, но иногда как точка над И. Не знаю, как вы, но у меня уже прям чемоданное настроение. Я готовлюсь к майским и хотела бы куда-то поехать. Заказала себе несколько удачных органайзеров. Первый, кстати, тоже серый. У меня как-то большинство органайзеров серого цвета. Это очень удобно, они не так пачкаются. И это органайзер для нижнего белья. И я от него в восторге. Я уже брала его с собой, когда ездила в Варшаву. Но, слушайте, куда спаковать белье, это извечная проблема. Во всяком случае, у меня были тоже разные органайзеры. Я взяла себе достаточно большой размер. Здесь три отделения. Одно... О, кстати, здесь у меня носки, которые я покупала еще зимой. Да, носки классные, но сейчас не очень-то и актуально. Здесь большое отделение, куда вы можете спрятать свои бюстгальтеры или, например, купальники, если едете на море. И сюда также помещается пижама. Я проверяла. Второе отделение. Здесь у меня повязка. Это тоже Алик, но она не то чтобы сильно удачная, поэтому вам советовать не буду. Так, знаете, дома только ходить. И здесь, во втором отделении, у нас большое пространство, для чего захотите. А вот тут такие кармашки, например, для трусов или для носков. Для чего хотите. Дальше вот такой большой карман. Там можно сложить ежедневки. А также трусы, например, поместятся. Женские, мужские не влезут, сразу говорю. Или там какие-то другие предметы гигиены. Ну, в общем, органайзер действительно супер. Хорошо сшит. Нет никаких ниток. Также замочки работают исправно. Это, как вы уже можете догадаться, для кого-то домашняя аптечка, но для меня это аптечка в путешествии. Я взяла самый большой размер. Я та тревожная мамаша. Не зря. Я просто мама на опыте. У нас случались очень-очень разные ситуации. Если вы живете в Европе, то вы знаете, что здесь лучше не болеть, потому что когда ты за границей пытаешься где-то попасть к доктору, и в той же Польше, где живем мы. Ну, это может занять несколько дней, поэтому нужно иметь вообще все, что вы можете приобрести. Или там я иногда беру с собой какие-то капли, мне мама привозит из Украины, для уха, для глаза. Ну, вот так. Да, то есть умереть не дадут, как я люблю. Говорите, все остальное это ваши проблемы, и ждите в очереди. Возвращаясь к аптечке. Хороший, плотный материал красного цвета. Ни с чем не перепутаешь в вашем чемодане. Или дома, например. Здесь также есть вот такая ручка. Не знаю, зачем она нужна, но в любом случае она есть. Большое отделение, куда вы можете сложить там что угодно. И очень много кармашков. Как больших, так маленьких. Ну, как много, раз, два, два больших и три маленьких. С вот таким чемоданчиком я теперь буду ездить отдыхать с нашими активными детьми. И в основном какие-то, знаете, мелкие, но серьезные проблемы я могу решить сама. Только когда нужен гипс или что-то побольше зашить, не дай бог, тогда мы обращаемся в больницу. Со всем остальным можно справиться. А, еще ангина, да. У нас бывает, тут уж надо идти за рецептом. Теперь поговорим об одежде. Заказала я себе летний костюм, тоже с мыслью о теплых днях. У нас снова около европейская зима, плюс 4 градуса. Прекрасно, поэтому я в кардигане. Я очень люблю вот такой томатный цвет. Может даже в камере он выглядит как морковный. Но это очень ярко-красный цвет, как феррарин. И хочется тоже такой лак для ногтей. Нравится он мне, на мне. И также он просто гениально выглядит на загорелом теле. Загар смотрится ярче, это все такое сочное. Эти костюмы есть в других цветах, но я подумала, что нужно добавить каких-то ярких цветов своему весенне-летнему гардеробу. Поэтому взяла его. Он у меня в размере М. Это супер приятная ткань, которую я открыла для себя в прошлом году. Это муслин. Он такой мягкий, он совсем не парит. Очень классно летом. Все продувается. И это брючный костюм. Иногда подгоришь или вечером не так жарко. И нужно надеть что-то такое. В принципе, летом, когда это не брюки в облипку, когда они такие воздушные, объемные, тебе в этом абсолютно не жарко. И здесь вот такая рубашка без кнопок, без пуговиц. Она просто с небольшим вырезом и очень удобно будет носить как в город, так и на пляж. Набросил и забыл. Рукав здесь с резиночкой. Брюки широкие в стиле палаццо и с резинкой, со шнуровкой вот такой. У меня рост 1,62 м. Я думаю, что до 1,65 м. Где-то вот так, если вам нравятся прям брюки в пол. Я считаю, что именно такими они должны быть. Подойдет на XS, S и M. То есть это объемные вещи и, можно сказать, достаточно универсальные. Я ношу XS в основном из-за роста, а не потому, что я такая супер худенькая. Если вы невысокая девушка, но при этом такая дюймовочка-стройняшка, то можно брать меньший размер, не обязательно на M. В зависимости от того, как вы себя ощущаете в каких-то вещах. Любите ближе к телу или наоборот. Или оверсайз, когда все там раздувается на ветру. Тут смотрите сами. Ажурное летнее пляжное платье. Я не представляю, что в таком я пошла куда-то в город. Поэтому только куда-то на озера, реки и моря. Платье на самом деле очень классное. И похоже у нас продаются около 100 евро стоят. Поэтому очень классно, что можно найти что-то достойное на Алиэкспресс. Они есть разных цветов. Мне можно было бы взять даже на размер меньше. Учитывайте то, что такие ажурные вещи, они любят немножко растягиваться. Поэтому если вы, например, купите так, как я... У меня, по-моему, размер M. Если я ничего не путаю. Что вот это платье, оно немножко потянется и даже будет длиннее. У меня были ажурные вещи, как будто связанные крючком. Но я думаю, что это машинная вязка все-таки. Могу я ошибаться? Ну, я не знаю, за такую цену, если бы это была ручная работа, то это вообще как-то даже несправедливо. Платье очень красиво будет смотреться поверх купальника. Поверх чего-то такого, знаете, что немножко прикроет вам тело, если вы хотели бы это надеть куда-то, не знаю, на пляжную вечеринку, например. Но тут кому что комфортно и для кого что допустимо. Платье сзади с большим вырезом. Рукав немножко расклешенный. На мне это длина макси. И спереди здесь вот такие, как гвоздики. Они, кстати, снимаются. С одной стороны откручиваются. Но если хотите, можете снять, и тогда у вас будет супер большой вырез. Так все фиксируется, и вы можете сами там их как-то передвигать, если вам это нужно. Я взяла себе молочный цвет и планирую носить поверх разных купальников. Очень красивое платье, девочки. Точно могу вам советовать. Немножко я запоздала с этим видео. Простите, покажу вам не совсем летние вещи. Но можете себе сохранить на осень, например, или заказать сейчас. И осенью будете носить в более прохладные дни. Очень многих интересовал вот этот свитер с сердечками. Я, кстати, нашла похожую футболку. Тоже оставлю вам ссылки. Они есть в разных цветах. Там розовые или белые с красными сердечками. Очень прикольный свитер. И я хотела, чтобы он был большим. И у нас вечера очень часто такие освежающие. То есть прохладные. Хочется, надеюсь, что-то прям, чтобы прикрыться. И это не тонкая вязка. Он очень комфортный. Выглядит супер позитивно. Я взяла себе размер М и чуть пожалела. Мне нужно было взять все-таки С. Возможно, предложу маме, если она готова такое носить, и себе перезакажу в размере С. Очень классный. С джинсами, девочки. С джинсовыми шортами. С какими-то свободными даже там спортивными шортиками. Закажите. Я уверена, что вам понравится. Вот этот свитер. Он действительно сделан хорошо. И не напечатанные сердечки. Они вот такие объемные. И немножечко из другой. Как будто такой махровой. То ли ткани, то ли это вязка такая. В общем, очень он положительный. Меня радует каждый раз, когда я его надеваю. Он не короткий. Он скорее удлиненный. Такой оверсайз. В общем, все как многие любят. И я ношу его как дома. Так могу куда-то надеть, когда идем куда-то с детьми. Там на самокатах, даже на велосипедах. Очень прикольный. Кардиган, который сейчас на мне. Это тоже Алиэкспресс. И он мне так понравился из-за цвета. Я сразу представила его с голубыми джинсами. С кедами какими-то. Для удобных нарядов. На прогулку. Даже дома. Мне кажется, мне такой цвет идет. И блондинки в нем хорошо смотрятся. И брюнеткам тоже он к лицу. Кардиган у меня в размере М. Он не укороченный. Но это скорее азиатские размеры. Потому что рукав здесь будет коротким. Если вы выше, чем метр шестьдесят пять. Наверное. Или метр шестьдесят три. Давайте лучше метр шестьдесят три. Чтобы было безопасно. Я невысокая. Поэтому очень многие азиатские вещи на меня подходят. И по Ростовке в частности. Кардиган не тонкий. И здесь вроде как не заявлено, что он там с шерстью. Но мне в нем тепло. При том, что сейчас дома холодно. Я вот его надела. И мне прям так уютно. Тепленько. Не тонкая вязка. И действительно хороший кардиган. Пуговицы здесь черепаховые. Что мне кажется, наоборот, смотрится более выигрышно. Если бы здесь были пуговицы в цвет кардигана. Если искали такой, опять же, на межсезонье, то хороший кардиганчик. Только учитывайте Ростовку. Потому что с рукавом может быть проблема для тех, кто высокий. Вот это, это наше недопонимание с Алиэкспресс. Я думала, что это будет такой, знаете, как будто свитер-шарф. У меня есть похожий. Таупового цвета. Классный. Я его люблю и ношу. Вот это что-то. Оно такое какое-то маленькое. Как будто детский свитер. Разрезали. Ну ладно. Я бы еще носила это, знаете, как такую косынку поверх белой футболки. И, возможно, это смотрелось бы даже прикольно. С какими-нибудь кроссовками, с джинсовыми шортами, с косухой. Но выполнено это, знаете, тут где-то нитки торчат. Тут где-то что-то неровно. Но вот как-то, девочки, мне такое неудобно вам советовать. Поэтому я говорю, нет. Возможно, это как-то... Нет, наверное, все-таки это никак не применю. Но куда ни глянь, что-то, знаете, пошло не так. И боюсь, что если я обрежу вот эти нитка хвосты, все поплывет. Потому что это как трикотаж, да. И боюсь, что все разъедется, распустится. Вам это точно не надо. Ну и товары для дома. Я всегда нахожу на Алиэкспрессе что-то полезное и нужное. И первое, это бутылка. Ну не просто бутылка, это бутылка для теста. Иногда она продается с таким шариком внутри, благодаря которому вы можете смешивать тесто. Но я это все делаю в другой емкости, в своем комбайне. Сюда это все переливаю. И эта бутылка оказалась удобнее, даже чем я ожидала. Во-первых, это реально быстрее и удобнее, чем накладывать тесто ложкой. Это раз. Во-вторых, ее очень удобно мыть, потому что здесь снимается дно. И когда вы жарите много панкейков, много блинчиков каких-то, то действительно это делает процесс проще и быстрее. И когда вы хотите помыть бутылку, то вот это имеет значение. Потому что вы буквально разбираете ее на части, и я ее мою в посудомойке. Можно это сделать вручную, но я вообще загружаю девочки, и я не люблю заморачиваться. Наверное, все-таки немножко люблю, но не аж так. Также вы можете закрутить пробку, и ваше тесто также не будет проливаться. Бутылка большая, как видите, сюда помещается много теста. И даже если там хочешь пожарить партиями на завтрак, например, на ужин или на полдник, то можно это все закрыть, поставить в холодильник, и тесто не обветривается, не подсыхает как-то. Далее органайзеры для холодильника. В принципе, вы можете использовать их даже для приправ, для каких-то пудингов. По размеру они сюда хорошо входят. Но я покупала их специально для холодильника, для того, чтобы как-то немножко организовать овощи. Вот там у меня всегда какой-то хаос. И если все это будет иметь смысл, то я куплю еще один. Если вы хотите белые органайзеры, они также есть. И сначала, когда я начала как-то покупать в холодильник органайзеры, я думала, что может это какая-то бестолковая идея. Нет, реально идея очень классная. И я еще планирую купить себе больше стеклянных контейнеров, которые закрываются, защелкиваются. Запахи не перемешиваются. И все видно, все удобно. Больше можно всего поместить в холодильник. Он у нас небольшой. В общем, буду теперь еще и организовывать овощи, фрукты. Дальше это моя большая любовь. Вот такая огромная мата. Она сюда, наверное, даже не поместится в экран. Для сушки посуды. И это такой материал, который вы мне, девочки, посоветовали. Там есть и такие штуки на саму раковину, чтобы кран не пачкался и вокруг него все. Также можно заказать коврик для кухни. И разные цвета можете взять. Например, темные или с какими-то узорами. Я сейчас понимаю, что нужно, наверное, было брать что-то потемнее. Потому что я люблю, когда все приблизительно в одной цветовой гамме в кухне. Но это немножечко пачкается, если где-то что-то там не домыл. Я на каждый день в основном все загружаю в посудомойку. Но когда это не влезает, то потом уже мою вручную и выкладываю это на вот такую штуку. Когда гости, когда очень много готовки, это спасает. И со второй стороны это мата прорезиненная. То есть в любом случае вода, влага какая-то не будет проступать на рабочую поверхность и портить ее. И если бы не собака, то я бы взяла еще и коврик в кухню. Просто собака однозначно будет его пачкать быстрее, чем мы. Лопатка из Алиэкспресс. На Али можете найти большое количество силиконовых лопаток разного цвета. И у меня есть мой набор, которому, наверное, не полтора-два года, наверное, даже больше. Время так быстро летит, что я не специально могу где-то ошибиться. Вот эта лопатка просто куплена отдельно для того, чтобы дополнить мой комплект. Очень удобно переворачивать омлет, даже те же блинчики. И если ищете широкую или вообще силиконовые лопатки, они хорошего качества на Алиэкспресс. И моим много уже времени. Я их использую каждый день. Они, ну, возможно, самые ходовые. Там чуть-чуть стали с таким как будто желтым оттенком. Но это не бросается в глаза, если не сравниваешь с относительно новыми. Чуть-чуть как будто желтоватые. Там от томатного соуса, от зажарки с морковью. Это неизбежно. Но, девочки, я настолько ленивая, что я не мою эти лопатки вручную. Вот если свободная посудомойка, все отправляется туда. И лопатки не расклеиваются. Да, лак немножко сходит со временем. Но это, ну, как бы, все окей. То есть сама вот эта ручка становится более матовой, а не лакированной. Не воняет клеем ничего. Все прекрасно. Как в телемагазине самые лучшие силиконовые лопатки на Алиэкспресс. Ну, что-то в этом есть. Дальше купила я себе вот такую вещь для авокадо. Для нарезки авокадо. Меня подбешивает то, что вот эта часть зеленая. У меня свои какие-то заморочки. Я бы хотела однотонную. Я ее не нашла. Не знаю, почему нельзя сделать просто металлическую. Вот эта часть для того, чтобы достать косточку. А со второй стороны достаточно острая вот эта штучка, которая нарезает авокадо сразу ровными ломтиками. Даже когда авокадо чуть-чуть зеленоватое, я умудряюсь это сделать вот этой штучкой. Но лучше всего она работает со спелым авокадо. И я хочу вам сказать, что это, казалось бы, такая ерунда. Но это действительно облегчает процесс и делает быстрее. Я всегда только за это тоже мою в посудомойке. Все прекрасно. Если взять пластиковый, вот такой нож для авокадо, будем называть это так, то я боюсь, что со временем он может сломаться. Иногда ты там как-то насилуешь это зеленоватое авокадо. Ну а вот это будет служить долго, потому что это, наверное, нержавейка или какой-то металл. В общем, от посудомойки, от воды он вообще никак не портится. Я ненавижу менять простыни. Я все равно это делаю, потому что у меня нет выхода. Но каждый раз поднять уголок матраса – это целое испытание для моих рук и ногтей. Мне кажется, что я когда-то или палец себе сломаю, или ноготь оторву. И мне как-то сам Алиэкспресс подсунул в рекомендациях вот такую вещь. Пластик не тонкий. Я, кстати, по ошибке заказала себе две. Я не знаю, как долго это проживет, но чуть удобнее хотя бы приподнять матрас и заправить вот эту простынь на резинке. У меня самая большая проблема – достать матрас и чуть-чуть его, знаете, так поднять вверх. И это вроде как должно работать. У нас матрас тяжелый, поэтому буду рассчитывать на то, что это не сломается спустя одну смену белья. Но в любом случае пока что это лучше, чем просто самостоятельно доставать матрас. Если у вас есть какие-то лайфхаки, то делитесь со мной. С удовольствием почитаю, потому что я все делаю по дому руками и не использую перчатки. И вообще мне кажется, что мои руки иногда выглядят плачевно. Прихватка для горячего из Алиэкспресс, силиконовая, тоже такая кремово-бежевая. Могла бы быть поплотнее, но я доставала все горячее из духовки, я не обожглась, все окей. Я ошиблась, я не заказала себе вторую, поэтому исправлюсь. Неплохая прихватка, сделана хорошо и самое главное – защищает мои бедные руки. На этом я буду с вами прощаться и надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх и до новых встреч уже совсем скоро.